друзья приветствую всех андрей симферополя прислал посылку с маслом полимериум x pro 530 свежая отработка вот описание значит масло автомобиль условия эксплуатации обратить внимание что здесь замена двигателя пробег автомобиля 373 тысячи километров а двигатель после замены проехал 89 тысяч километров так баночки немножко провели сейчас я зачищу и можно будет приступать созданию эталона эталона не было поэтому создал заранее болванку и обновляющий спектр данному маслу это масло а3 b4 полнозольная так смотрите в зоне стр of между двумя максимальными пиками есть ступенечка 0 примерно 15 сотых 15 16 это соответствует на мой взгляд трем процентам эстеров далее подкорректирую данные которые сместились посмотрите противоизносных присадок сто двадцать шесть процентов для тридцатки серьезный уровень не поскупились производители значит гликоль обновляю чтобы видны были изменения сажу и обратить внимание кислотное щелочное даже трогать не стал кислотное две целые одна сотая но с учетом того уровня противоизносных присадок и эстеров я думаю что более чем реальные и кислотное мой простите шел щелочное 11 4 далее там подкорректировал влагу потому что ошибку допустил не не внес поправку на полную воду и сейчас немножко за завышала вот в некоторых тестах ну можно приступать проверки отработки татьяна трин третьего года японец 2 и 3 мотору vq 23 173 сила объем масла 45 литра значит пробег на масле 5550 километров при средней скорости 30 километров в час это примерно сто восемьдесят пять мотор часов и было долито пол-литра масла по мотору вот видите подписал я это пробег на моторе автомобиль проехал больше ну и посмотреть 35 по противоизносным присадкам они ну практически с работа сработались треть осталось есть гликоля значит две десятые или три десятые процента до три десятые тоже как бы стоит обратить внимание ну не трава не 25 и 6 нарастает андрей пишет что это фильтр под загрязненный я считаю что он повлиял потому что кислотная выросла достаточно сильно есть опять же пять сотых сажи прилично ну и вода 3100 ппм очень высокая вода андрей написал что это тара и старый вода ну как бы в баночке была вода ну обращаю внимание тех кто присылает ребята ну следите за тарой потому что это может сдвинуть все результаты и сделать их скажем недостоверными очень важно сама проба ну и конечно тара для пробы так вязкость посмотрите просела тоже прилично ну минимум наполовину от максимального уровня даже чуть больше кстати под первым видео по моему первое или второе видео с тестом полимериум и еще там полтора два года назад из полимериум сами писали в комментариях что значит загуститель они делают свой до отмечайте видео подписывайтесь кто не подписался нажимать колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео ну и традиционно оценка ресурса приличная была дельта начальная 11 4 и 2 0 0 1 там больше 9 единиц но тем не менее масло я бы не сказал что очень хорошо отработала для полнозольного для 3b4 посмотрите 247 по моточасам и 7 400 по пробегу я считаю что конечно это вот здесь повлияли такие факторы как там нитрование нарастающие скорее всего фильтр ну и все-таки я не знаю надо бы обратить я бы обратил внимание честно говоря на уровень воды вместе с гликолем три десятые процента возможно возможно каких-то объемов попадает антифриз небольших но посмотреть на крышке заливной там или на щупе если какие-то следы эмульсии вот потому что антифриз может не только через плак прокладку попадать микротрещины головы например в каких-то режимах там нагрелся мотор и иначе начинает сочиться головка это часто явление от детонации появляются трещины и через них мог может попадать влага кстати интересный момент вчера выяснил гликоль в некоторых вариантах может свидетельствовать о использовании незамерзайки с метилом то есть возможно что пары незамерзайки попадают через засасываются через воздушный фильтр и попадают в камеру сгорания оттуда уже к маслу и возможно что даже это приводит к превышению представляете поразительный момент тут просто как это выяснилось присылал denis из курска образцы масла extreme с с хонды на турбоките мощные 400 сил вот и там какие-то результаты были по массу совершенно нереальные там что-то начали разбираться оказалось что на максимальном бусте он впрыскивает смесь воды и метила он дослал эту эту смесь я добавил в масло 5 миллилитров этой смеси ну и посмотрели спектры что произошло с ними до изменилось кислотное изменилось щелочное и изменилось сильно изменилось показания гликоля ну и там другие сами спектры по подвинулись ну короче вот вот такая ситуация я подумал что это может быть в результате использования значит незамерзайки вот такой получился тест благодарю андрея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока